Девочка-пай 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 Девочку-пай Продолжение следует, что здесь имеют метал, не? Ну и приоритет тоже есть высокий, поэтому, hmm. Продолжение следует, что дроны не будуют там этих поточек? Доброе вопрос. А тут даже не забрали себя за бодовы экстратора. А тут акурат поводом этого есть брак воды, брак полимеров. Тут видят, что дроны даже огарняли это. О! Урау! Патрите, едет! Едет с металом! Власть о том гадалем и нагляк которыйсь дрон меня услышал. Нагляк которыйсь дрон зразумел, что я от него хочу и где он мася удач. Доброе, мы мертвого колониста. Разумеем. Доброе, мы мертвого колониста. Доброе, мы мертвого колониста производцов. Доброе, мы мертвые колонисты. Далл по жерамы множество. Есть за мало роботников, но я думаю, что проводение роботов услуговых в таких местах в таких местах позволяет что те будинки будут делать целый час. Ну, посмотрим, как тут мои ракеты. Ок, готовы. Могу зазначить две ракеты? Не, не могу. Ну, не могу. Ну, доброе, лечте на землю по мою деньги. Папа! Папа! Продолжение следует... 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 Они стали безработными, потому что машины обрали им все места работы в конце. И некоторым людям не понравился факт, что машины работают, а они на удержании государства. Это очень интересное явление. Сам интересно, как бы это стало в правильном мире, когда мы пришли до такого этапа развития. Как люди бы реагировали на то, что они не должны уже работать, а сейчас машины будут за них работать. Не ошибаюсь, было бы это действительно интересно, потому что я не могу ходить до работы, а машины за меня работают, и все за меня работают, продукуют все возможные добрые и так далее, а я только из них корыстам. Ну, конечно, было бы такое сапгрейдовое невольничество, где машины были бы нашими неволниками, а мы бы только радостно жили. Пытание, как это было бы на людей, а люди тогда не стали бы так, что не имеют никаких целей, что живут только с дня на день и так далее, что впадают в такую апатию. Это было бы на самом деле интересное явление. Если у вас есть какие-то проблемы на этот вопрос, то дайте знать в комментариях, о том, что вы очень интересует, что вы думаете о такой позиции развития людской жизни, где то машины на нас работают, а мы занимаемся например, только уже улучшением машин или только... с культурой, научной и штуки, так? Это меня на самом деле интересует. Дайте знать в комментариях, как, вашим мнением, могла бы тогда потопить przyszлость нашей цивилизации в таком случае. Здесь видно, что совсем спокойно это идет. На земле есть еще какие-то земли? Так, еще шесть земли, которые памятят землю. Но как так далее пойдет, то на Марсе будут жить уже только марсиане. Но немного не покой мне тут факт того, как мы здесь стоим с этой водой. Но эта вода, то есть слабый пункт нашей колонии. Тут видно, что здесь не есть лекарей. И это не покойно. Дайте мне прегланды... Не, не копулы. Колонисти... Ммм, группа вековая... Лекарь... О! Я вас тут зараз затрудню. Раз... Два... Три... Я вас тут зараз затрудню. АПОЛО СТАРКИЛЕР! Тен наpewno наоглландал się Gwieздных Воен wcześniej. АПОЛО СТАРКИЛЕР! АПОЛО СТАРКИЛЕР! АПОЛО СТАРКИЛЕР! АПОЛО СТАРКИЛЕР! ТАРКИЛЕР! ТОРКИЛЕР! ТЕМ ПАНТУТАЙ! АПОЛО СТАРКИЛЕР! такое назвиско, чтобы тролловать wszystkich. Видzę, że te две rakiety зараз przylecą, to fajnie. Мы, natomiast, можем высулать зараз Odyseus'а на kolejную миссию. Новая технология и тут есть 10 дронов потребных. Окей, вышлим tutaj Odyseus'а, неча лечи. Mobilна база есть в засегу, неча лечи. Доброе, Оdyseus'а уже готова до старта. Муси только утулнить паливо и неча лечи. Тут видзе, что начали працать на реште в нашем шпиталику, поэтому мои науковцы не будут уже мили слабых вынеков здоровотных. Справдзьми, как это тут выглядит. Не, не видя, чтобы здесь что-то такое произошло. Не, не ма, не ма animаций, роботов. Не, ну то шкода, то, то есть слабе. Того не сподзевала. Личуя на то, что будут тут эти роботы усуговые видочные, что будут как-то красиво показаны. Но нет, ничего нет, ничего нет. Шкода, шкода. Личуя, что будет что-то лучше сделать. Зробене. То мне немножко расчаровало, то, то... trochę расчаровало, признаю. Маме еще минус 16 воды и то не ест добре. Збудуем еще тут экстратор. Маме. Ну, вот. О, се, мне тоже. Маме еще это ин antiqu Gonna Find. И. НаPEorn в Core, если у тебя где-то есть некäLook. И, конечно, здесь. На przykład тут. Зобачимы еще, если есть какие-то хорошие места в этих магазинах, но нет. Видим, что здесь уже сейчас расширяется в месте. Ну ладно, споко. Мимо этого, я думаю, что мы рады обрабатывать в этой воде, так. Доброе, выстрельте здесь. Леции до нас 300 штук полимеров. Ну, я думаю, что это достаточно, чтобы здесь муць, как-то начать делать в kwestии будови наших копеу. Позпроводзаем тоже наши все кинжарки. Где-как бы они не были, нечь все тут ядом. Как тут выглядят это зло, еще 32 тысячи. Споко, зами там это зло, это зло, это зло, это мы будем уже давно тут устроить это выстроить. Тут, в смысле, тут выстроить, в смысле, тут, в смысле, в части этих копеу, ну и, в смысле, в смысле, мы будем имели большую возможность по-позыскивания воды. О, курче, прапрошам вас bardzo. Справдзьми этого био-робота. Хм, еще, еще не не ест выбудованы. Ну, добре, споко. Хчаłbym zobaczyть właśnie этого био-робота, бо, если он может pracовать 24 на 7, а, если, например, био-робота не треба кватеровать, то я могу створить тут и, 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 био-роботов, что они будут работать в этих будинках, в этих будинках, которые дают мне разные bonusы, например, так, чтобы здесь праковать, декому будет целый час зредукованное зуżyтие воды. Окей, сбатали kolejную anomалию, это была anomалия, добра, супер, 3000 бадаń, экстра, эмпатия neuronalна, по-гле-даре? отблоковуюе, рзадком цехе, эмпатия. эмммммммммммммммм... Это тоже так, как у Асимова, там тоже было что-то такое, что часть людей выкшелкила в конце, в результате эволюции, над натуральные удовольствия, что свою волю могли нагинать волю других под себя. Например, там есть такая сцена, где один из богатеров есть оскарженный, стая перед сондом, неслушно, стая перед сондом, и в эффекте этого на видовании есть его внучка, и человек, который неслушно оскаржа одного из богатеров, склата фалшивые зезнания, мимо, что он является так на правде виновным. Ну, там говорилось о побище, так? Главный богатер остался оскарженый о том, что его заатакал, в часе, когда он стал через этого человека спровокованы. Ну и в тракте... в тракте зезнань, właśnie... Чвила. Где я те цехи могу выкшелать сейчас? Где я не могу их выкшелать. Ну. Доброе. То есть, что это будет лосово выкшелать. Эвентуальнее в проекте Морфеуш. Ну и эффект из этого такой, что в конце его внучка тоже есть, вот этого главного богатера, есть на сали расправ. Ну и когда она видит, что этот человек кормит, потому что она знает, что это стало, то вывела нациск психичный на умысл этого человека, так, чтобы он себя признает. Он в конце, в конце концов, начинает чувствовать себя на себе, так, он чувствует, что кто-то карет ему себя признать, он себя в конце заламует и признает, что это не главный богатер, только что это он. Он, что сам допроводил до этого побития и так далее, что он себя спровоковал. И это выглядит так, как бы тут эти Эмпати тоже могли иметь такие мощи, чтобы вплыть на других людей. Это очень интересный концепт, это очень интересный концепт, это очень интересный концепт, который нужно построить в конце концов. Ну и тут еще четыре дроиды и потом биоробота будем делать. Окей, ОДЕСЕУШ есть готовый до ландования, нечь, поэтому он ладует. И потом прилетят полимеры и полимеры в большинстве выщемы на этот площадку, нечь тут сконструируем его до конца, нечь сконструируем до конца копула имени Эйнштейна, тем разом. То есть, что мы получаем очень большинство научных. Как там мои дроны? Еще четыре. Ciągle je budują. No dobra, niech je budują. Zobaczymy co to da. Tutaj mamy pomysłowość Marstein. To jest jedna z ostatnich technologii, bo potem już jest wieczna fuzja tylko. Widzę, że teleskop na razie nie daje nam żadnych bonusów. Co my mamy tutaj? To jest takie sobie, jeśli ma być szczery. To nie jest mi w ogóle potrzebne. No tutaj tych geologów potrzebuję. To jest trochę przykre. Ale tu są jakieś zasoby. Wyślimy zatem ekspedycję i wyślimy Odyseusza. Niech leci. Zobaczymy co też Odyseusz tam znajdzie. Jakie to zasoby tam mogą być. Rany boskie. 15 tysięcy badań na sol. Tutaj przyjmujemy wszystkich. 2% ludzi w warsztatach. A tu jest chyba kamień milowy. Tak. 40% siły roboczej w warsztatach. Hmm. Tutaj było 4, 6, 8%. Hmm. A to całkiem sporo tych procentów bym potrzebował w warsztatach. Dobra, jakie mamy jeszcze cuda do wybudowania? Hmm. Mamy czerparkę. Zastosowanie nowoczesnej technologii wydobywczej umożliwia wytwarzanie cementu bezpośrednio z marsjańskiej gleby. Zastosowanie nowoczesnej technologii wydobywczej umożliwia w warsztatach. Mhm. No wygląda całkiem spoko. Już do. Już do. Wyn spillujmy. Jements pod 형塔cem curę. Jeszcze Doug nos Natasha. Wieica. Haller. IJe dikkat. Bydry. To assistant whose? PAULA at leastANE. Субтитры делал DimaTorzok Поднесьcie tutaj priorytet Myślę, że tutaj będzie całkiem fajne miejsce właśnie na zbudowanie takiej czerparki Zbudujemy tutaj składy cementu, dużo składów cementu No dobra, ale dalsze prace nad czerparką będziemy sobie kontynuować dopiero w kolejnym odcinku Ponieważ ten jest już wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Surviving Marsa Gdzie będziemy tutaj zbierać powoli zasoby na budowę naszej czerparki Oraz będziemy budować kopułę imienia Einsteina Czyli dwa duże projekty jednocześnie, jak to zawsze u mnie bywa Ale to dopiero w kolejnych odcinkach Dzięki, że oglądaliście No i na razie